Агрессия Армении против Азербайджана продолжается уже более 25 лет. В результате оккупировано 20% азербайджанских территорий. Более 1 миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами, подчеркнула в своем выступлении в ПАСЭ заместитель главы парламентского комитета Азербайджана, члена азербайджанской делегации в ПАСЭ Севинч Фаталиева. Среди беженцев и вынужденных переселенцев есть люди, потерявшие свои семьи, дети, лишившиеся родителей, братьев и сестер. Сегодня каждый из них живет с желанием вернуться на исконные земли, посетить могилы своих родных и близких. Именно эти чувства побудили Гасана Гасанова, Дильга Маскерова и Шахпаза Гулиева посетить оккупированные Армении Кельбиджарский район Азербайджана. Гасан Гасанов был убит, а двое других наших соотечественников были взяты в плен, и в их отношении непризнанным образованием было возбуждено уголовное дело. Дильга Маскеров был незаконно приговорен к пожизненному заключению, а Шахпаз Гулиев к 22 годам заключения. Азербайджанский депутат еще раз напомнила, что вопрос освобождения Дильга Маскерова и Шахпаза Гулиева Азербайджан поставил перед международными организациями. Обще известно, что границы Азербайджана признаны всеми государствами и международными организациями. Принятые Совбезом ООН четыре резолюции подтверждают факт оккупации и требуют вывода армянских войск с оккупированных территорий. Если вопрос прав человека включен в повестку всех международных организаций и считается одним из главнейших, почему же он все еще не нашел своего решения? Проведение незаконного суда над заложниками со стороны сепаратистского режима нарушает все нормы международного права. Значит, Армения не признает никаких законов. Севинь Фаталиева призвала членов ПАСЭ принудить Армению к соблюдению взятых на себя обязательств и уважительному отношению к международному праву. В третий день работы осенней сессии ПАСЭ был также обсужден и принят доклад азербайджанского парламентария Рафаэля Гусейнова на тему «Религиозная свобода и совместная жизнь в обществе». Азербайджан является одной из моделей толерантности в мире. Если мы – жители демократического общества, то наряду с требованием соблюдать собственные права мы должны соблюдать также права других. Постепенно границы между государствами стираются, увеличивается прозрачность, и в этих условиях в этом демократическом обществе сокращаются проблемы совместного проживания, и общество еще более демократизируется. Рафаэль Гусейнов отметил, что, учитывая проблемы, с которыми сталкиваются государства и религии сегодня, следует прилагать усилия к улучшению диалога, а также сохранению взаимного уважения. Асли Назарова, CBC.